Весна, время наводить порядок. В краевой столице генеральные уборки приступили с первых дней марта. В городе ликвидируют несанкционированные свалки, приводят в порядок газоны, особое внимание благоустройству. Однако чистота на краснодарских улицах – это головная боль не только жителей и городских властей. К наведению порядка подключаются и застройщики. Одна из строительных компаний обещает оборудовать детскую площадку на углу герой улиц Героя Яцкова и Героев-разведчиков. Каких еще приятных сюрпризов ждать жителям города узнала Вероника Веретенникова. Современные игровые тренажеры, турники и качели – все это появится здесь через пару месяцев. Новая детская площадка, совместный проект застройщика и администрации Прикубанского округа. Территорию окружат забором, а на тропинках уложат тротуарную плитку. Сейчас вовсю кипит работа. Пример оказался заразительным. Буквально через дорогу уже другая строительная компания обустраивает парковку на 50 автомобилей. Местные жители рады, что округ развивается не по дням, а по часам. Здесь везде хорошие площадки детские, поэтому будем рады. Будем и там, и там гулять. Может, чище будет. Не знаю, парковка если будет. Не знаю, ребята. Ну, наверное, хорошо. Наверное, люди довольны будут, кто здесь живет. Площадку для парковки готовят рядом с лесополосой. Зеленые насаждения застройщик обещает не трогать. Такой подход местные власти поддерживают. Город старается сохранить все имеющиеся зеленые зоны, лесополосы. Они не вырубаются, облагораживаются. Помимо этого, мы активно привлекаем компаний-застройщиков к ликвидации несанкционированных свалок, строительных отходов, коих на территории очень много, к сожалению. После зимы самое время заняться несанкционированными свалками. В поселке Краснодарском недобросовестные строители оставили после себя горы мусора. Они так бы и лежали, если бы за дело не взялись администрации хозяин участка. Эта свалка несанкционированных строительных отходов образовалась в прошлом году. С территории данного земельного участка вывезено более 70 автомобилей. Общий объем, который предстоит вывезти, составляет около 14 тысяч кубических метров. Обломки бетонных плит, кирпича и другие отходы вывозят на полигон в поселке Ильском. Полностью ликвидировать свалку обещают за 20 дней. Вероника Веретенникова, Михаил Дроздов, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова